МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, я Севастин Сатьева. Приехал в Красноярск, Колумбию, учусь в СФУ. Сегодня я продолжаю рассказывать вам про юнистическую Сибирь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с вами мы сегодня идем в Молодежный театр. Мы на правом береже Красноярска. Когда-то и здесь проходил тракт, по которому в Сибирь вели колонии арестантов. Потом на правом берегу были в основном промышленные зоны и рабочие кварталы. А театров и здесь не было. На правом только театр юного зрителя. Сюда не так просто добраться, но люди едут. Феномен популярного театра в непопулярном месте. Так говорят о красноярском тюзи. Говорят, что красноярцы много лет писали письма партийному начальству, чтобы в городе построили театр для детей и для молодежи. А когда такое решение приняли, оказалось, что работать-то некому. По стране бросили клич. Отозвались молодые актеры и режиссоры из Ленинграда. Это было в 1964 году. К сожалению, здание для театра так и не построили. Тизр разместили во дворце имени Маяковского. В этом здании театр работает и сейчас. Узнать о том, какие спектакли ставили в разное время, может каждый зритель. История прямо перед глазами, на лестницах. Вот Гамлет из съездного режиссора Ками Гинкаса. Это начало 70-х годов. Высшие спектакли 80-х, 90-х. И на самом верху недавние постановки. А в некоторые спектакли можно войти прямо в фойе. Про волшебную страну Нарнию в Красноярском Тусе создают целый сериал. Уже поставили два спектакля. В следующем году будет третья часть. Еще в Тузе мне нравится арт-кафе. Давайте посидим и порассуждаем, каким должен быть театр, чтобы в него шла молодежь. У нас в Колумбии молодежный театр весь элитарный, недоступный всем. О подростках, как и везде, больше привлекают компьютерные игры. Конкурировать с интернетом сложно. Но мне рассказали, что здесь создают актуальные спектакли, которые интересны зрителям. Например, очень популярным был документальный спектакль «Подросток с правого берега». Это реальные истории местных подростков и их родителей. Иду, главное, ревнусь, я такая счастливая, довольная, думаю, блин. Нифига меня пришибло. Артисты сами общались со своими героями. Сописывали с ними интервью. А сейчас и здесь поставили спектакль «Хлеб-завод». Девочка ведет, мальчик крепко за руку взял. Это сюрреалистический хоррор о страхах подростков. Пора заглянуть в большой зал. Сейчас из-за пандемии нельзя занимать некоторые места. А что это за фишечки? И здесь есть ленты с фразами, по которым можно угадать спектакль. Наводим сканер и вот. Переходим по ссылке. И мы уже на странице театра. Везет все-таки зрителям красноярского тюза. Им доступен и комикс, и хоррорные цены, и форум-театр, и театр художника, и спектакль «Променад» с дополненной реальностью. А как вам этот бухг-холл? В такой литературной гостиной неплохо проводят теоретские встречи. И здесь еще много хороших книг, в том числе произведения, по которым поставили спектакль «Чиза». Еще в театре есть кинохолл, где можно посмотреть спектакли, которые уже не идут на сцене и сохранились только на видео. И здесь проводят мастер-классы, обсуждения, а перед спектаклями на экране идут видеоролики в постановах красноярского тюза. Первым спектаклем, который я посмотрел, когда приехал в Красноярск, была «Алиса». Постановка без злов по сказкам Люиса Кэрролла получилась очень зрелищная. Я оцениваю. Не зря этот спектакль получил приз Национального театрального фестиваля «Золотая маска». Вот такая она и не сельская Сибирь. Для подростков и молодежь. Надо сфотаться перед театром около Тюзовских Орликина и Коломбини и отправить друзья в Колумбию. Я приехал в Сибирь, потому что хотел познакомиться с настоящей Россией. Я думаю, что это уже не получится в Питере, либо в Москве тоже. Там уже сильно, как это, иностранная культура, там сильно влияет. Но хотел это знакомство, и у меня уже получилось, живу уже в России, именно в Сибири, практически 4 года. Что больше всего удивило в русском менталитете? Это сложно сказать про всех, потому что я думаю, что не все люди одинаковые. Это готово, как это сказать, неизбежно, то, что не можешь избегать. То есть мне пришлось вот это, и я вот это сделаю, и все. Климат хорошо повлиял на меня, потому что я в Колумбии был чуть-чуть ленивым. Вот тут придется активно двигаться, активно найти, чем заняться. Вот я, например, начал заниматься акробатикой, скалолазанием, ходить больше в заль. Это в Колумбии я не делал. Ну, там просто не хочется, а ленивая такая атмосфера у меня была. Мне говорят, зачем тебе столько холостов, минус 40. Я говорю, мне это нравится, мне это нравится ощущать, что я выхожу на улицу, и я сразу замерз. Это прикольно ощущать. Такие ощущения, наверное, нам нужно пожестче чувствовать. Может быть, и такое же ощущение, например, со мной. Мне очень нравится, когда очень-очень жарко. Плюс 40. А что-то плюс 20, это непонятно. Плюс 15, это тоже непонятно. Минус 40, понятно. Нужно двигаться. В театре в том числе, да. Театр, в принципе, одинаково везде. У нас, да, есть театр. Я бывал в театре тоже. Но у нас другие постановки. Мольер, латиноамериканские, более классика. Мне бы хотелось, например, посмотреть другие постановки. Например, мы рассуждали, что смотрели, например, как постановку по гидро... Гидро... Гидростроителя. 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 Вот. Который именно отсюда. А то, что Алиса, а то, что, не знаю, Черный лебедь, это можно везде посмотреть. А именно постановки отсюда, сибирские, либо красноярские, мне бы хотелось это посмотреть. Алиса, 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 алиса. Субтитры создавал DimaTorzok